Площадь Советов – главное место празднования Великой Победы, но транспорту сюда вход воспрещен. И парковка, кстати, тоже. Забывчивым водителем, оставившим свою машину в местах массового гуляния 7 и 8 мая, трудется искать своего железного коня. Если же просто где-то знака нету, но вы бросили в том месте, где проходят праздничные мероприятия, то мы ее будем просто убирать и ставить на перехватывающие, так скажем, стоянки. Временные стоянки ориентировочно определены на набережные, однако узнать точное местонахождение вашего автомобиля можно будет по телефону, указанному на экране. Еще вчера весь город стоял в пробке, похоже, то же самое нас ожидает и завтра. Впервые в параде участие примет военная техника 34 единицы колесных машин. Они проследуют из поселка Восточное до Ербаново, где состоится репетиция. И дальше отправятся на станцию Дивизионная. То направление у нас может на какое-то время встать для пропуска военной техники. Движение военной техники начнется в 6 часов с микрорайона Восточный. Светофорные объекты будут переведены в режим желтого мигания. Перед репетицией парада в 19.30 главные транспортные артерии к площади Советов перекроют. Это улицы Сухебатора, Советская, Ербаново, Почтамская, Ранжурово и Барсоева. Схемы объезда для общественного транспорта можно увидеть в автобусах и на сайте ТВКОМа. Эта информация позволит вам спланировать свое передвижение и в День Победы 9 мая. Когда не только дороги у площади Советов, но и в сторону Мемориала Победы и площади Революции заполнят колонны горожан. Личный транспорт можно будет оставить в своем гараже с 6 утра и до позднего вечера. Наряда ДПС перекроют дорогу. Ближайшая парковка опять же на набережной. А с 9 утра до 14.30 перестанут пропускать и общественный транспорт. Все в объезд. С 9.30 вечера площадь Советов снова табу для всех железных коней. Концерт, фейерверк, после которого 15 трамваев, 58 автобусов и 400 микриков станут развозить от праздновавших День Победы горожан. Остается пожелать отлично отметить День Победы, ну и конечно же набраться терпения на дорогах. 70-й День Победы. Один раз в жизни. Елена Краснопеева, Влад Бадмаев, Виктор Иланцев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok